Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 70. Мы начитываем Новый Завет с толкованием блаженного Фефилакта и комментариями. Ефесянам 5 глава 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Толкование блаженного Фефилакта. Не как на более важный и необходимейший пример указывает теперь на то, ибо ясно, что отношение Христа к церкви гораздо важнее этого примера, но как на более близкий и подручный. Именно дабы кто-нибудь не сказал, что тот был Бог и предал себя, он иным способом указывает на эту необходимость. Должны, говорит, любить. То есть не милость это дело, но долг и необходимость, потому что жена есть твое тело. Итак, пример Христа он привел не к тому только, что должно любить, но и к тому, чтобы и благоустроять. Чтобы она была, говорит, свята и непорочна. Пример же тела выставил по отношению только к любви. Ефесянам 5.29 «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Толкование. «Напряженное, говорит, и самое тщательное попечение прилагает всякие в своем теле. Так и ты по отношению к своей жене». И опять Христа приводит в пример, показывая, что и Христос возлюбил нас, как свою собственную плоть. Ефесянам 5.30 «Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Толкование. «То есть имеем великое сродство с ним, ибо из нашего вещества он произошел, как и Ева из Адама. И как там столь великая близость, так и у нас. Да и с другой стороны, мы от плоти его и от костей его, потому что как тот родился от духа без сожития, так и мы в купели. И потому что, принявши таинство, мы с этого момента божественно пересоздаемся. Короче сказать, он говорит, что мы имеем наивысшую близость к нему, ибо и видимо, он общник нам по плоти и крови, и невидимо источник нашего духовного возрождения, как и Адам, источники зеверного создания». Ефесянам 5.31 «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Толкование. Вот я и еще пример. Именно. Когда кто, оставив своих родителей, соединяется с ней, и не сказал, будет жить вместе с нею, но прилепится, указывая на неразрывное единение. А слова «одноплоть» понимаются и просто, как говорит великий Иоанн Златоуст, «будет едино плоть». Но могут означать и нечто другое. Именно, будут два для произведения одной плоти, то есть ребенка. Ефесянам 5.32 «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть, на великое нечто и чудное указал Моисей, и поистине тайна оставить тех, которые родили, трудились для него и делали добро, и прилепиться к той, которую никогда не видал, и которая даже и не начинала делать добро. Действительно, это великая тайна, если только понимается это о Христе, как пророческое слово о нем. «Ибо и он оставил отца, не в смысле перемены места, но снисходя до восприятия плоти, и пришел к невесте, которая совершенно не знала его, и стал едино с ней по духу. Ибо соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 1 Коринфянам 6.17 Как же после этого осуждать брак, когда Павел приводит его в образ тайны Христовой и называет его тайной? Ефесянам 5.33 «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Впрочем, говорит, хотя я и аллегорически изложил это, однако и ради жены это сказано, и аллегория не уничтожает заключающегося в букве указания на отношение мужа к жене. Ибо должен каждый любить свою жену и лелеять, как самого себя. И не говори мне, что жена имеет тот или другой недостаток, потому что и в теле твоем много недостатков, например, вывихнутая рука, хромая нога, попорченный глаз. Но ты не отсекаешь их, а еще большего удоставишь в попечение. Так как равенство производит беспорядок, поэтому он вводит страх, чтобы один был начальник муж. Страхом же здесь называется особенное почтение и сдержанность. Страх, приличный свободным, а не рабский. 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 В таком страхе и любовь найдет себе поддержку и сама, в свою очередь, его поддержит. И будет жена любить мужа, как часть тела главу, и бояться его, то есть почитать, как главу. Ну а если жена не будет бояться? Мася, жена не будет бояться. Ты все-таки люби и делай свое подобным образом. И жена, если и не будет любима, все же пусть питает страх. И заметь о том, что мужу должно любить свою жену, говорил подобно, подробно. А о страхе же не распространяется, потому что желает, чтобы первая имела перевес, именно любовь. Да и жена, как сказано, должна бояться страхом, происходящим из любви, не возбуждающим трепетой, боязни, из которых проистекает скорее ненависть, но так, чтобы не противоречить, не восставать, и не домогаться первенства. Ибо хотя и одна плоть имеет власть, и равночестно в этом отношении, но жена есть вторая власть, муж же имеет большее значение. Никак не соглашается с этим жены, откуда развода? Развода море. Я вспоминаю, я-то считал, Крупская говорила, что 17% будет развода, это национальная катастрофа. А сегодня под 85% подкатывает, или больше даже. Ну и в первый год. Вообще нет ничего, скотство одно. Ну а как? Как написано? И Сидор Пилосиот говорит, чем строже муж обращается с женой, строже, тем более она привязана к нему. То есть она понимает, это защита, это охрана, у нее все это будет, и не понимает это сегодня. Равенство. Ну и как? Я беседую. Я, говорит, я все время старалась показать, говорит, я в самом деле, говорит, я заканчивал там какое-то учебное заведение, там может институт, а он нет. Ну и все время я его подправлял. А я говорю, и как? Ну как? Одна живу, подправилась, никого нету рядом. Подравнялась, а равняться и не с кем. А он ушел там, живет нормально. Живет, дети и остались. Поэтому указания, данные Богом, вот это, как оно попало к мусульманам, они строжайше это держат. И никак по-другому. Ни на молении нету. Откуда они это ухватили? Вместе не молятся. Дома там, это другой разговор, как у них есть. В мечете ни одна женская нога не ступила никогда. Ну что там у нас считается развратом, у них свято четыре жены. Тут говорить не надо. По-нашему это скотство непереходимое. Но однако же сумели они их закрыть. Гляди, как они заботятся о них. Вперед. Ифисянам 6 глава 1-2 стихи. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитает сад твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Толкование блаженного Фефилакта. Как скульптор, воспроизводя фигуру человеческого тела, сначала создает голову, потом шею, и, наконец, ноги. Так и Павел, сказав о муже первом начале и о жене в втором начале, теперь говорит о третьем начале детях. Ибо над женой властвует один муж, а над детьми и жена. Итак, повинуйтесь родителям, но в Господе. То есть, когда повеления их согласны будут с законом Господним. Потому что, если отец побуждает к нечестию, или желает сделать дочь свою продажной, или сына хочет научить постыдному образу действий, такие повеления противны Господу. Им не должно повиноваться. И по естеству это, говорит, справедливо, и законом повелевается. Как же он говорит, что это первая заповедь? Ведь не это первая заповедь, а не убить, не прелюбодействуй. Но заметь, что он присовокупил. Ифесянам 6.3. Да будет тебе благо, и будешь в долголетии на земле. Толкование. Ибо те первые заповеди не говорят об обетовании и воздаянии, потому что они содержат в себе запрещение зла, а не повеление делать добро. И никакой награды нет тому, кто только воздерживается от зла. Эта же заповедь, так как касается совершения добра, первая и содержит обетование. И замечательный порядок. Как только законодатель отклонил людей от злых деяний, он, намереваясь вести их к совершению благих дел, на первом месте поставил почтение к родителям. Так как они первые после Бога благодетели для нас, как источники жизни, то по справедливости пусть первыми наслаждаются нашими плодами. Смотри, как кратко и немного в настоящем случае говорит, потому что дети не в состоянии следить за пространной речью. Да при том, если муж и будет сообразоваться законами, которые он выше изложил, немного нужно труда, чтобы подчинить себе детей. Но не говорит о царстве или о чем-нибудь возвышенном, а указывает на то, что особенно желает ослышать детская душа, потому что к детям его слово. А что приятнее для детей долголетия? Когда-то было определено это законом и иудеям, как детям, так как они не в состоянии были услышать более совершенное. Ефесянам 6.4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Толкование. Не сказал любите, потому что этого даже помимо их воли требует от них природа, но не раздражайте. То есть не лишайте их доли и наследства, не тесните их грубо, обращаясь с ними не как со свободными, а как с рабами. И постоянно будете терпеливы к ним. Восходит к началу и основанию покорности и указывает отцам, каким образом они могут сделать своих детей послушными. Ибо если ты, говорит, желаешь, чтобы дети слушались тебя, воспитывай их в Слове Божием. И не говори, что дело монахов читать Божественное Писание, ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире. поскольку и нуждаются они в большей помощи, как живущие посреди житейского волнения. Равно как и для тебя нужно, чтобы дети слушали Писание. Из всего ведь они могут узнать, чти отца твоего и матерь твою. Затем ты воспитываешь сына на эллинских сочинениях. Наверное, зачем, а не затем. Зачем ты воспитываешь сына на эллинских сочинениях, из которых познается все самое худшее. А уже ли не будешь питать его Словом Божиим? Комментарий Игнатия Лапкина. Мы ежедневно читаем молитвы Отче наш. Прости нам долги наши. Какие долги? Где их перечень? Блаженный Феофилакт говорит, что читать Божественное Писание, ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире. Велик ли этот долг и взыщет ли Бог за него? Почему же на исповеди священники почти никогда не взыскивают этого долга? Не потому ли, что сами они являются первыми должниками и числятся у Бога в особом списке, как злостные неплательщики долга? Пощувствия какой комментарий Он прожигает буквально 1 Коринфянам 9 16 Ибо я если я благовествую то нечем не хвалиться потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если я не благовествую этот долг мог бы быть уплачен всеми сполна если все бы знали о нем это тот долг который самочинно изглаживается священнослужителями из памяти народной но Бог помнит этот долг и еще раз напоминает ныне через это издание блаженного феофилакта опомнитесь пастыри опомнитесь пасомые верните Богу его долг возложенный на него на нас тем что мы называемся христианами за этим долгом Бог особенно ревностно наблюдает и ждет возвращения его с прибылью сектанты это понимают и поют так не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести это нужно сектантам а православным не нужно за зарытый талант с нас спроса не будет Иоанн Златоуст такое поведение называет худым и предрасспроса не будет предательством по отношению ко Христу читать божественное писание долг всякого христианина и особенно живущих в мире читать исполнять и проповедовать другим только тогда это чтение будет оправданным чтение означает берем в долг проповедуем означает отдаем долг Ефесянам 6.5 рабы повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего как Христу толкование так как и добродетель слуг способствует благоустройству дома то и этой стороны он не оставляет без внимания но приступает к ней напоследок потому что она и по достоинству своему есть последняя но с ними говорит нет как с неразумными детьми а как совершенными как это мы укажем впереди повинуйтесь же говорит господам по плоти то есть временным сейчас же утешает их указывая на то что рабство временно и уничтожается вместе с плотью относительно жены просто сказал да боится своего мужа а здесь сильнее выражается ибо трепет есть высшая степень страха ибо жена равна мужу и свободная а рабы не равны хотя они и братья во Христе но так как повелевают чтобы и свободные подчинялись друг другу даже жена мужу то тем более рабы должны подчиняться господам ибо это не есть какое-либо удивительное дело а напротив высшее благородство уметь смиряться и уступать ближнему а так как многие из рабов боятся своих господ не из расположения но в тайне коварствуют и злоумышляют против них то присвокупляет простоте сердца устраняя злоумышление Ефесянам 6.6 не с видимую только услужливостью как человека угодники но как рабы Христовы исполняя волю Божию от души толкования то есть не только в присутствии и пред глазами господ но и в отсутствии так служите им человека угодник не служит Христу как и в другом месте говорит если бы я и поныне угождал людям то не был бы рабом Христовым Галатом 1.10 так как можно служить в простоте сердца и искренно но не со всей силой исполняя только какое-нибудь определенное дело то поэтому присовокупляя теперь от души то есть от всей силы и готовности даже с усердием то есть со всей преданностью и охотой а не по принуждению в таком случае и низость рабства устраняется если рабы добровольно совершают доброе и не дожидаются принуждения и побоев волей же Божией называют или подчинение ибо этого желает Бог то есть благого порядка или же говорит в том повинуйтесь рабы своим господам чего желает Бог ибо может случиться что и относительно детей сказано господа побуждает их к чему-нибудь постыдному или к нечестию а это не есть божественная воля Ефесянам 6 Служа с усердием как Господу а не как человеком толкование ибо сам Бог принимает благорасположенность по отношению к господам так как Он же и установил этот добрый порядок и не служащий им как следует противиться божественному закону Ефесянам 6 знай что каждый получит от Господа по мере добра который Он сделал рабли или свободны толкование так как вероятно многие из господ эллины и неверующие не делали никакого добра по отношению к рабам которые хорошо им служили то говорит если не получишь награды от Господина по плоти то примешь ее от Господа всех и здесь показал что говорит с ними как с совершенными а не как с детьми ибо детям Он указал на земное долголетие а этим указал на будущее Ефесянам 6 9 и вы господа поступайте с ними так же умеряя строгость зная что над вами самими и над ними есть на небесах Господь у которого нет лицеприятия толкование так же это как служите охотно и не как человекоугодники но со страхом и трепетом то есть в отношении к Богу ибо хотя словами прямо этого не выразил но желает сего служит ведь и Господин рабу заботясь о нем и доставляя ему все необходимое и вообще поддерживая его и снисходя к нему и как Соломон говорит разделяя с ним труд не сказал оставив бич но даже жестокими смотри как устрашает ибо Господь говорит какую меру мерите такую вам будут мерить Матфей 7.2 не услышишь и ты злой раб весь долг тот я простил тебе потому что ты упростил меня не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего как и я помиловал тебя Матфей 18.32 не думай говорит что если ты будешь жесток к своему рабу то не дашь ответа пред Богом вследствие ничтожности этого лица раба это ведь свойственно внешним законам которые знают различия между благородством и рабством потому что от людей эти законы но здесь не так потому что ты и сам есть раб того же Господа хотя бы ты был жесток в отношении к рабу ибо изначало Бог не сотворил рабство но его создало любостяжание так относительно пленных и оскорбление родителей как это случилось с Ханааном но если и не от Бога оно произошло однако подчинение Бог узаконяет ради благоустройства и чтобы жизнь не была отягчена кровью Ефесянам 6.10 наконец братья мои укрепляйтесь Господом и могуществом силы его толкования дом каждого есть как бы войско поэтому уже приведя в порядок все силы выводит их на войну ибо если каждый в отдельности не будет нарушать своего порядка тогда и военное дело будет в хорошем сосположении а так как уже многое что казалось расстроенным он привел в порядок то не страшитесь говорит но дерзайте в силе Господа ибо у него не просто сила но могущество силы то есть он имеет силу неизреченную и все превозмогающее Ефесянам 6.11 облекитесь во все оружие Божие чтобы вам можно было стать против козни дьявольских толкований в чем состоит все оружие это покажет несколько после но заметь почему он не сказал битва или войны но козни козни есть обольщение и уловление посредством хитрости ибо враг не открыто предлагает грех например он не склоняет явно к идолопоклонству но располагает к этому иным способом коварству то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью Павел же указанием что противник ужасен и изворотлив ободряет их и побуждает к осторожности Ефесянам 6.12 потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесных толкование и это не для возбуждения страха говорит но для того чтобы сделать внимательными ибо тот кто указывает на силу врага делает тем самым своих более осторожными у нас дело говорит не с обыкновенным врагом и не с людьми подобными и равносильными нам как бог начало и власти имеет так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки против мироправителей не в смысле обладателей мира или твари потому что писание мира обыкновенно называют лукавые деяния и тех кто совершает оное как выражение вы не от мира евангелия Теана 15-19 то есть не из числа творящих злое теми же обладают демоны потому что они добровольно отдали себя в рабство им тимой называют непотребство которое является и существует всем веке но далее его не простирается против духов злобы так называют демонов а так как и ангелы суть духи то он прибавил злобы потому что те духи добра и света говоря же что мы воюем не с плотью и кровью он через противопоставление дает знать что воюем с подвижными непобедимыми в коварстве и трудно уловимыми поднебесных через это опять побуждает к бодрости слушателя опасность говорит в великом деле ибо дело идет не о земном и тленом а о небесном предлог в употреблен вместо за и ради как бы говорит ради небесного воюем и потом нужно быть бдительным ефесянам 6.13 для всего примите все оружие божие дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять толкование то есть в настоящем веке потому что его называют злым днем от злых дел совершающихся в нем ободряя также и указанием на то что время борьбы кратко ибо называя днем указывает на его краткость всякие страсти и постыдные пожелания преодолев то есть победив и умертвив а так как многие и после победы пали то говорит устоять и после победы нужна твердость чтобы побежденный опять не восстал войной ибо если мы предадим себе спечности умерущленный враг непременно снова оживет заметь что возможно преодолеть и стоять твердо и мы не должны потом молодушествовать под предлогом что враги могущественны ибо нам дана такая сила и мы научены 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 такому искусству что и с демонами можем бороться и даже больше не только бороться а быть настолько страшными для демонов по силе обитающего в нас чтобы не нуждаться в борьбе а просто попирать змеи скорпионов сие же говорит Павел потому что многочисленные были у них противники научая что при посредстве сих воюют с нами демоны посему не на людей гневайтесь а вооружайтесь против демонов Ефесядам 6.14 и так станьте припоясав через слава вашу истинную и облегшись в броню праведности толкование в деле войны первое уметь хорошо стоять поэтому Павел прежде всего советует относительно стояния требуя чтобы оно было правильное приличное воином прямое ибо надлежащим образом стоящий стоит прямо не наклоняясь к чему-либо как и тот кто не стоит не есть прямой например человек любострастный сребролюбивый и живущий роскошно не стоит прямо а наклоняется к чему-нибудь после же стояния припоясывает воина конечно в духовном смысле и того который расплывается и находится в расслаблении от пожеланий скрепляет стягивая посредством пояса чреслами не чреслами же называют душевное мужество и все выносящее силу как дно кораблей так и чресла у животных составляют как бы некоторые основания потому и мы от утомления часто отдыхаем положив руки на чресло таково же положение и духовных чресел которые апостол повелевает припоясывать истиной заключающейся как в учении так и в жизни ибо никто из еретиков не припоясывается истиной но они вращаются внизу около земли не имея возможности постигнуть ничего возвышенного но человеческими помыслами вращающимися долу и следует божественное кроме того будучи не тверды в жизни и подчиняясь обольщения мира они не только не припоясываются истиной но упав низко даже жаждут лжи но мы не таковы должны быть а во всем следовать истине будет ли это учение должны в нем искать истину будет ли жизнь точно так же мы должны быть не лицемерными чуждыми коварством не допускайте лжи друг к другу если мы таким образом будем припоясаны то будем в состоянии стремиться к цели припоясанием же этим он дает знать что нам всегда должно быть вооруженными как и Давид говорит как пояс который всегда опоясывается Псалом 108 19 ибо в непрестанной войне мы находимся Григорий же богослов под чрестными у нас разумеет желательную способность ибо в чреслах внутренности которые в писании символ пожелания а под истинной способность созерцательную поэтому утверждает что Павел здесь вещевает всякое пожелание наше припоясать созерцанием и размышлением о Боге ибо созерцающий Бога и находящий радость в нем как поистине возлюбленным не допустит чтобы его желание обратилось на что-нибудь низкое и вращалось около земных предметов правда здесь называют вообще добродетельную жизнь как бы говоря облачив свою грудь праведными делами ибо как броня делает человека неуязвимым так и правда того кто облегся в нее все там закончишь приближай все полоса машина неуязвимым неуязвимым